Всех приветствую на своем канале. Когда наступает лето, некоторые впадают в зяблость. Хоть у меня в комнате, не знаю, как у этой, в той комнате, плюс 20, но я что-то мерзну. Поэтому я тут в такой видавшей виды фрашевской накидушке. Ну, вообще-то кофточка какая-то флисовая, которую давали как-то подарок. В общем, меня там в комментах просили мое мнение, наверное, в восторге от поездки. Теперь опустим подробности негативных моментов, если вам интересно, можете пройти на мою страницу ВКонтакте и на стене почитать их. Потому что страница, в принципе, открытая, даже для тех, кто не зарегистрирован в сети ВКонтакте. Но о положительных моментах, точнее о самом впечатлении от мест бытия, я все постараюсь рассказать. Ну, и еще видос будет где-то, наверное, ближе к концу, но в встречах в реале будет еще сказано, потому что был такой вот некий запрос. В общем, сам Псков, не знаю, вот у меня Псков и Новгород, как-то они роднятся. Может, потому что это как бы изначально основа России, может быть, еще что-то, но там чисто вот, во-первых, дикий восторг. В общем, мне очень все понравилось, и я постараюсь как-нибудь еще приехать, если не в этом году, то в следующем. Если не найду с кем, то, скорее всего, одна, ну или под вариантом у меня, конечно, подружка Юрка из Питера. Но если вдруг что, если вдруг кто-то желает составить компанию, то я буду даже рада. В общем, у нас сначала был Новгород, и несмотря на дождь, который практически весь день лил, ну, иногда было очень даже жарко, и даже мы попали в пробку. В общем, короче говоря, мне очень понравился город. Мы еще попали как раз на День города, и у них еще этот праздник совпал, как-то растянулся на три дня, 10-11-12, 10-го был День города, 11-го, видимо, это переходный период к 12-му Дню России. В Угличе, оказывается, День России отменили, как мне сегодня моя знакомая библиотекарша сказала. Ну да, вот, Угличе, она сама по себе, оказывается, страна внутри страны, я тоже не знала. Ну, опустим этот Угличек, бог с ним, черт с ним, еще кто-нибудь с ним, разговор не о нем. В общем, допустим, чисто вот сравнить Дни города, вот, не знаю, как Ярославль, я давно не была на Днях города в Ярославле, вот чисто в Угличе День города или в Новгороде, в Великий Новгород. Вот, господин Великий Новгород, кому интересно, то у меня на странице есть альбомы и про Новгород, и про остальные места, где я была, ну, еще сколько-то фоток, я потом зайду с телефона, потому что просто еще не разобрала, не было времени, руки не дошли и тому подобное. Там очень чисто, в Новгороде, в Пскове, ну, может быть, где-то местами нам, конечно, попадалось, что, ах, мусорка вывалита. Это в Пскове, кажется, был такой момент, но в Новгороде, хоть моя тетя ездила в каком-то году, сказала, что там не особо чисто было. Ну, в общем, мне показалось, что очень чисто. Там сам воздух по себе, вот эта все атмосфера, там такая сирень разных сортов, там что-то все уже цветет, у нас еще только начинает цвести, только зацветает. А там уже конкретно так, мы еще с товарищем, точнее, с моей коллегой, не коллегой, с соседкой по автобусу разговаривали, надо же, говорит, вроде, кажется, это все должно быть севернее, но почему-то выглядит наоборот. У меня ощущение было, что я не в России нахожусь, не знаю, может, особо я с людьми местными не контактила, но как-то вот казалось, что вот как-то это нечто среднее между Таллином, Финляндией, чем-то таким, но не Россией. Вообще не чувствовалось, что ты в России. Может быть, связано с тем, что вот как-то чище, народ как-то спокойнее, вот даже полицейские там стояли, вот был такой момент, что мы вечером шли, чтобы покататься на кораблике, наверное, это можно назвать так, по озеру Ильмени, реке Волхов или Волхов. Если что, поправьте меня те, кто вдруг внезапно смотрит меня и находится в Нижнем Новгороде, ой, в Великом Новгороде, извиняюсь. Прям как наш гид, оговариваюсь местный. В общем, был такой момент, что перед нами шел какой-то такой странного вида человек мужского пола, и к нему подошел полицейский, и так вот аккуратненько, а тот, даже не сопротивляясь, его куда-то там в сторонку отвел. Тихо, мирно, хорошо, красиво, уютно. Приглашают как бы вернуться еще раз, не то чтобы там жить, допустим, но просто вот еще побывать, просто походить по улицам, полюбоваться всем этим видом. Очень классно, мне там очень понравилось. И еще я заметила там вот вода. Люди, если вы меня, кто-нибудь меня смотрит вдруг из Великого Новгорода, или Пскова, или Псковской области, или Новгородской области, да? Нижняя Новгородская область, да? У меня было карты посмотреть перед этим. В общем, да, кстати, я внезапно в магазине опочки, почки, опочки, не знаю, как правильно произносится, ударение, уже когда уезжали, на обратном пути, предпоследняя или последняя стоянка в области бытия, там был магазин такой, в общем, магниты, я там купила себе внезапно, уже в автобусе только, точнее, еще у кассы, поняла уже в автобусе конкретно, поняла, что это Велика Новгорода, кефирчик такой, ну, йогурт на самом деле, в общем, попробовала я. Суть такая, что у вас там такая замечательная вода, вот у меня куча было царапок всяких, от кота на руках, на ногах в основном, и я там пару раз под душем помылась в Новгороде, да, потом в Пскове уже в другой гостинице, и у меня это все как-то высохло, затянулось, зажило, там я подозреваю, что он даже кремом каким-то увлажняющим или заживляющим пользоваться не надо, что, ну, кожа была вообще бархатная, да, классная такая, хотя я с собой взяла кучу маленьких таких баночек со всякой такой хренотенью, уходовой, уходовой косметикой. В общем, Пскове тоже очень понравилось, Кремль в Новгороде, такой классный, такой колокол. Не, ну, конечно, есть там у нашего гида, мне снова был такой момент, что вот она, а-а-а, Иван Грозный такой плохой приперся, там что-то все такое сделала, а сегодня вибриотекарша своей знакомой рассказала, она говорит, ну, прям Робин Гуд, всех богатых порикошетил, деньги у них забрал, а бедных не трогал. И бедным, правда, ничего не досталось. Ну, в принципе, с другой стороны, смотрите, мы еще с ней сегодня спорим, потому что она точно не уверена, и я точно не помню. Псков Ленокров, кто первым призвал там этого Рюрика и дал династию по России Рюриковичей. Вот призвали, ну, подумаешь, там, ваш потомок этого Рюрика был какой-то слегка немножко агрессивный, может быть, немножко. Че седовать-то, сами же позвали, неизвестно, из горы каких-то не своих управлять. Мы те деньги, а ты управляй. Вообще-то много таких историй. Наверное, в детстве еще читала такое-то, уже про Пскове нам в Кремле рассказывали, что, вот, ты пришел там, он нам не нравится, мы так раз, выгнали его. Вообще-то его могли столкнуться со стены Кремля, если он вдруг там не нравился всем остальным управляющим Пскове, Псковщанам, да. А у Рюриковичей тоже очень классные, красивые, они как-то вот гармонируют один, на весах вот одинаково. Из Борск мы были там на источнике, вообще, учитывая, что как-то, ну, жарко было, я думала, что ноги намочены, мне тетя сказала, походи, говорит, еще по воде. Но, видимо, она была босиком, но там камни отбоялось, что не скользко, можно будет упасть. Я хотела уже быть не босиком, а в своих кожаных тапочках, бедные кожаные тапочки, но они довольно высохли так, и ноги не стерла, обычно же, если ноги промочишь, что в обуви как-то стираешь, да, там, умывалась, и водички набрала, и потом с этой водичкой, ну, в основном я ее выпила, она, по-моему, не доехала у меня до Углича, в том у нас еще были Печоры, в общем, Пушкинские горы, ну, по Пушкинским горам нам не удалось совершенно погулять, это опять минуты в организацию, конечно, туда тоже надо вернуться, но вообще-то вот такая атмосфера, в общем, мне очень-очень все понравилось, вообще классно так, ты стоять-ка устала, но это опять же к организационным моментам, ну, и то, что у меня написано там на стене, мои впечатления, в общем, это про Псков Новгород, если вы там еще не были, то, конечно же, обязательно съедете, своим кодом, с пулфирмой, или там еще как-нибудь, если же вы там живете, то, слушайте, вам так повезло, вы живете в этой, да, кстати, еще сравнение чисто, но вот ни Москва, ни Питер, вот такие конкретные, вот, ну, Россия, Россия, вот конкретно, как-то они очень отличаются, разительно отличаются, и атмосфера совершенно другая, в общем, они мне больше понравились, чем, допустим, Москва или Питер, вообще, я заметила, что все вот великие русские города, которые изначально были великими, господин Великий Новгород, к примеру, да, вот великие такие, Ростов-Великий в нашей Ярославской области есть, они все какие-то такие малюсенькие, но мне кажется, Ростов, может быть, как-то даже сейчас по Пандовии остался, там есть этот завод Атрус, не знаю, как в других там вот этих бывших великих городах, но вот они как-то говорят о себе, даже если они сейчас стали конкретной провинцией, вообще шикарно там, ну, я перехожу к моменту встречи в Реале, когда я приехала с Пскова-Новгорода домой, у меня в ВКонтакте был такой вопрос-запрос, не то чтобы, не знаю, как вопрос или запрос, девочка попрошала, устраивали ли я встречи с фанатами, для меня это как-то дико, потому что я не считаю, что у меня есть фанаты, я больше бы восприняла, если бы устраивали ли я встречи с подписчиками, ну, и я создала опрос в группе канала ВКонтакте, и там три человека было за, соответственно, это девочка, ее подружка и еще кто-то, и такой момент, если вы хотите, вот, ну, не знаю, я думаю, что лучше бы, наверное, сейчас вот лето, вроде как летом более удобно, хоть лето у нас пока что такое, в основе мокрое, надеюсь, что все-таки будет тепло, будет тепло, тепло, иди сюда, дождик уходи, уходи, ну, иногда бы, иди дождик, но лучше не часто, пореже, а то им надо будет мало в это летом, короче, в общем, если у вас есть желание, то, ну, я не знаю, как там, потому что я ссылку на этот опрос под видео оставлю, там проголосовать там три варианта, значит, хочу, не хочу, а хочу приеду, не хочу, и, значит, свой вариант в камерах, там человек один написал, что он там в 2000 километрах, не знаю, где находится, прям как это, в Карелии, уличе Карелии, Петрозаводск, мы туда, помню, добирались, сначала 500 километров до Петера, а потом 500 километров до Петрозаводска, на автобусе, не знаю, на поезде-то, наверное, может, короче как-то, может, как-то в другой линии, может, так и есть, 1000 километров, в общем, я думаю, что вообще, конечно, если там кто-то согласится, потому что я посмотрела один человек, по-моему, из Питера, двое из Москвы, это как-то добираться там проблема, да, я никогда такого не проводила, один раз я утраивала чисто посиделки у себя дома с поэтами Ярославской области, но это было очень давно, правда, тоже на какой-то фиг газете написали местной, 2009, 2008, я вообще не помню, но после того, как я на семинаре с девчонками, семинар Союза этих писателей российских, побыла в 2007 году, там взяла какие-то знакомства, ну, и, по-моему, даже с их пинга у себя это устроила, но это был единственный раз, я даже совершенно никак не связана с Ютубом, поэтому я чисто думаю, можно встретиться, допустим, ну, если вы приезжаете вот сюда, я вас встречаю там как-то на вокзале, наверное, да, потом можно пойти в кафешку, в общем, классная кафешка, мы с Аленкой там посидели, вообще я люблю эту кафешку Орхидеи, она недорогая и очень вкусная, и Аленка, она же Елена Снегирежева, она же канал СОПСНИ, она же моя подруга, практически 15 лет уже знакомая, но суть такая, что она в ней посидела, побывала, ей там понравилось, так что кафешка проверенная даже на Аленке, у меня чисто такое приложение, встретиться, потусить в кафешке, если хорошая погода, я вас выгуливаю по городу, если вы там сильно верующие, даже с вами зайду в какую-нибудь там церковь, у нас тут в принципе их прилично, ну и там может что еще как, не знаю, но это чисто вот мое такое приложение, потому что я в принципе не рада такого не проводила, и я в вафик впала, я еще в вафик впала, когда со мной в Ярике какой-то молодой человек решил фоткаться, я думала, что это прикол, и долго пребывала в Афиге, ну и сейчас-то я тем более пребываю в Афиге, и если кто там захочет, ну вообще я думала, что наверное в конце июня уехать на дачу, ну так, траву собирать, пшел пости, как говорит моя подружка библиотечная, и вообще, ну надо туда, надо, то есть что-то никак не получается, в общем в этом году по-моему только один раз ездила, в конце апреля на субботник всеобщий, в общем, у меня предложение на следующую неделю, но это уже как, если там больше трех человек зовется, как вот вы решите, можно написать в личку, можно написать в комментариях, в общем я такая восторженно сумбурная, как обычно, а сейчас еще и офигевшая, от этого всего, от такого предложения, ну и там в принципе можно или в комментарии тут, или в комментарии под ссылкой ВКонтакте, или в личку у меня, если вы там желаете, даже если просто три человека будет, просто как-то скорректировать, чтобы всем удобно было подъехать, какой-то определенный день, но я бы хотела, в принципе, допустим на следующей неделе это сделать, в общем вот так, даже не знаю, донесла ли я суть того, что от меня хотят, или того, что я хочу сама сказать, я даже времени не заметила, а мне через какое-то время надо уже перейти в другую часть города, работать с кинфотки на компьютер, с компьютера на флешку, как-то так, в общем, надеюсь, я удовлетворила запрос по поводу своего впечатления про Новгород, Псков, и донесла суть темы встречи в реале с Лёлей, с мной, в общем, всем спасибо за просмотр, если досмотрели до конца, то вам, как обычно, позитив, много-много-много, у меня вот солнышко там, и солнышко тоже, особенно если у вас там дождь идет, то солнышко, 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 в общем, хорошая погода, хорошая погода, понятие растяжемое, кому-то и дождь нравится, ну и всем спасибо за просмотры, и до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok